Скайп, видеотрансляции, деловые переписки в электронной почте в скором времени останутся для врачей нашего региона в прошлом. Достраивающийся в Ульяновский перинатальный центр оснастят современным оборудованием для телемедицины. Сейчас нам нужна уже современная многоуровня телемедицинская система, которая позволит практически делать виртуальные обходы. Либо, например, когда проводится какая-либо операция, тоже предусмотрено, что камеры будут присутствовать, специалист федерального центра может комментировать и помогать, если это очень сложная операция. Визуально представить оборудование для телемедицины сложно. Оно не похоже, к примеру, на аппарат искусственной вентиляции легких. Это, прежде всего, комплекс программного обеспечения. Помимо виртуального присутствия врача в операционной, можно будет проводить видеоконсультации, видеоконференции, консилиумы, а также отправлять и получать истории болезни от федеральных центров до районных больниц области и наоборот. Стоимость такого продукта составляет порядка 17 миллионов рублей. В нашем регионе он появится за счет благотворительности. 2017 год по инициативе губернатора Ульяновской области был объявлен годом добрых дел. И очень многие жители компании нашей области откликнулись и активно участвуют в благотворительной деятельности. Недавно мы встречались с главврачом областной детской больницы, с Анной Михайловной Лебедько, и обсуждали, что в новый перинатальный центр необходимо современное телекоммуникационное оборудование. Мы вышли с инициативой к нашим меценатам. Руку помощи притянул депутат законодательного собрания Ульяновской области Михаил Родионов. Добро надо делать. Это никто никогда не отменял. Я делал добро и будем продолжать делать. У меня четверо детей. Я знаю, что дети приносят радость ей. Это благое, доброе дело. И реальное дело. Образная передача оборудования для телемедицины прошла в присутствии Сергея Морозова в детской областной клинической больнице. К слову, медучреждение в скором времени также претерпит изменения. В будущем году отоларингологическое отделение больницы капитально отремонтирует. В бюджете уже заложено средства на 2018 год для того, чтобы ремонт проводился качественно и так, чтобы детям было комфортно. Мы, опять же, по инициативе Сергея Ивановича уходим от стереотипов, что больница – это что-то серое, белое, когда детям, в принципе, страшно приходить в такую больницу. Цветными, веселыми и с изображениями сказочных персонажей станут палаты, коридор, приемная, буфет, а также игровая. Обновленные стены, потолок и пол не только сделают больницу краше, но и создадут для маленьких пациентов атмосферу комфорта, заботы и спокойствия. Ринат Алиулова, Юрий Конихин, Новости Ульяновской правды.